23 новенькие кареты скорой помощи отправились в районы. Ключи и документы от авто вручил лично губернатор. Машины достались 10 муниципалитетам. Большая часть скорых на базе «Газели», остальные на базе «УАЗ». Я просто спрашиваю всегда у водителей, какие нарекания к машинам, что некомфортные, что они думают. Вот сейчас интересно, многие говорят, что «УАЗ-Патриот» больше нравится, чем «Газели». Мы сейчас посмотрим, как они функционируют. Они немного подешевле, но водителям нравится больше. Тут важно, чтобы, прежде всего, пациенту было комфортно, но и водителю. Они же мужики целый день за баранкой. Это же такой серьезный стресс. Это второй транш карет скорой помощи, закупленных на федеральные деньги. Все машины оснащены дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких с пенальными носилками. В новых авто есть все необходимое для оказания срочной акушерской помощи и для экстренной детской реанимации. Эти автомобили, они намного со стороны технологии, конечно, усовершенственные, намного теплее, намного лучше, чем старые автомобили, так скажу, со всей стороны, технической стороны и теплые. Старые авто чаще выходят из строя, да и морально устаревают. Сейчас примерно 30% парка карет скорой помощи в регионе нуждается в замене. Вы знаете, здравоохранение Генланд-Топс построено таким образом, что существуют межмуниципальные центры, которые оказывают специализированную медицинскую помощь и в ряде случаев требуется доставка именно до этих центров пациентов. Если это расстояние достаточно большое, поэтому уже уклон идет на машину, которая более комфортабельная, более быстрая, нежели, допустим, в отличие от тех, которые проходимы и требуется работа в районе. Чтобы парк машин был работоспособен и действенен, в год нужно закупать примерно 22-24 машины. В планах правительства держать ситуацию на контроле.